Кто подал, да, возраст? 65 лет. Всем желаем так выглядеть. Антонина Семеновна. Подождите. Сейчас вас выйдет на эту сцену поздравить директор сервисного центра Игорь Свернов. Игорь, мы приглашаем вас поздравить Антонина Семеновна. Друзья мои, ну, что я могу сказать? Арифлэйм все возрасты покорны. А званию директор тоже все возрасты покорны. Мы видим это на примере Антонины Семеновны. Очень приятно, что есть такие люди, что есть такие, несмотря на свой возраст, вживчики, в прямом и переносном смысле этого слова, которые действуют, которые работают со своими партнерами, которые работают со своими клиентами, со своими ключевыми игроками, своей командой и развивают свой бизнес. Я уверен, что у Антонины есть огромные цели и планы на будущее, поскольку с этой ступенью, наверное, ее жизнь, ее стиль жизни, наверное, изменится в лучшую сторону. Антонина уже будет у нас участником банкета директоров не просто как гость. Да, она будет почетный гость, почетное новое звание, новый директор компании Арифлэйм. Это новые горизонты, это новая поездка, это новые знакомства, это новые эмоции. Я уверен, что у Антонины еще все впереди, и золотые конференции ей тоже обязательно покорятся. Звание золотого директора, которое дает преимущественное право участия в международной конференции от компании Арифлэйм, также будет в списке исполненных мечт у Антонины. Прав ли я? Да сбудутся ваши пожелания. Сбудутся наши пожелания. Ну что ж, вручаем чек Антонине на тысячу долларов, по праву заработанное премие. Желаем ей дальнейшим выпускникам, дальнейшего роста. Бурные аплодисменты, друзья мои. Как рада снастоять на этой сцене. Мой путь на эту сцену был очень длинный. Я пришла в компанию Арифлэйм 6 лет назад. Просто так. На Лену Рублеву. На ее обаяние. На ее красоту. На умение проводить мастер-класс по уходу за лицом. Раньше я никогда за собой не ухаживала. А почему спросите? А потому, что моя жизнь, это была полоса препятствий. 25 лет я отработала на обувном производстве швея-мотористка. Затем наше предприятие закрыли. И начался как бы бег с препятствиями. Продавец на выездной торговле. Уборщица. Свинарка. Сторож. Продавец чебуреков. Кочегар. Вот мой послужной список. Я мама троих детей и шести внуков. Сегодня одна из моих дочек присутствует здесь. Настя. Поприветствуйте Настю. На своем пути я руководствовала советами Лены Рублевой, когда пришла серьезно уже работать, а не продавцом. Конечно, я продавец, я любила это делать. И заказы и на 200, и на 300, и на 500 баллов. Все это было. Начали с Лены серьезную работу. Организации, мастер-класс, деревни. В общем, мы исколесили очень много. Так росла наша структура. Потом появился Велнос. Когда я получила результат, по улучшению своего здоровья, я стала получать больше знаний об этом продукте. Я съездила в Москву на форум, на который приезжал в Стикстен. Я двигалась вперед. Надо мной смеялись, крутили пальцами у виска. Я продолжала делать, несмотря на и вопреки всему. Я так коротенько говорю, просто я еще расскажу об одной проблеме, о которой мне не дают много, говорю. Два года назад я открыла звание старшего менеджера. Директор уже был близко. Но упал товарооборот. И как бы довольно низко. Но я не сдалась. Продолжала работать, действовать, учиться. И действия принесли результат. Команда наполнилась новыми партнерами. И вот та команда «Локомотив», которая стояла сейчас на сцене, во главе с Настей Лобовиковой, это моя глубина. Это здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я строю персональную ветку. Приходят новые партнеры. Недавно у меня появился новый партнер Анжелика Лопатникова. Анжелика! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Девушка пришла за «Шкодой» терапевт со своим мужем. АПЛОДИСМЕНТЫ Перед марафоном у меня еще одно препятствие появилось. Я три года вообще не болела, так как был у нас. Но неожиданно я почувствовала себя не очень хорошо пять дней назад. Конечно, я включила дополнительную дозу стоксантина. И сегодня уже могу говорить, я вчера вообще даже не разговаривала. АПЛОДИСМЕНТЫ Что я хочу пожелать сидящим здесь? Я хочу рассказать небольшую историю. Прочитала в интернете. Фермер, когда загружал сено в сарай, потерял часы. Он искал, но не нашел. Он позвал пробегающих мимо детишек и попросил их сделать это. Они шумом и гомоном бросились искать эти часы, но не нашли. Часы были недорогие. Ему была важна память. Тогда один из мальчишек подошел к нему и сказал, а можете вы мне дать еще восемь минут? Он говорит, ну да, почему бы и нет. Мальчишка ушел в сарай. И восемь минут там была тишина. Через восемь минут он выходит с часами. Все были поражены. Как мог мальчишка в тишине найти часы? Он сказал, я прислушивался к тиканью часов и получил результат. Для чего я рассказываю эту историю? Мы тоже прислушиваемся к сердечкам своих клиентов, потенциальных партнеров. И когда мы это делаем, мы получаем результат. У меня все. Антон Криво, мы вас поздравляем. Это будет вам. Это книга. Че.